Минск и Китай в первом квартале увеличили товарооборот на 50% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Напомню, по итогам 2016-го товарооборот превысил миллиард долларов. Укрепление и расширение экономического взаимодействия стало главной темой бизнес-форума «Минск-Пекин». Для участия в нем в белорусскую столицу приехали представители 19 китайских компаний. Они заинтересованы в установлении деловых связей в сферах энергетики, пищевой промышленности, сельского хозяйства, медицины. Сейчас Беларусь реализует более 30 инвестпроектов, финансируемых китайскими кредитами, на общую сумму около 6 миллиардов долларов. Главы МИД стран Центральной европейской инициативы обсудят взаимодополняемость интеграционных процессов в Европе. Ежегодная встреча министров пройдет 22 июня в Минске. Основной темой дискуссии станет возрастающая роль стран-членов ЦИИ в продвижении совместимости различных интеграционных процессов в Большой Европе, в том числе объединение усилий в противостоянии новым угрозам стабильности в регионе. Беларусь сумела убедить европейских партнеров в необходимости переходного периода, в течение которого наша страна пока не будет принимать граждан третьих стран или без гражданства, подлежащих ряду миссии. Это решение было после экспертных консультаций. Переходный период позволит реализовать проект международной технической помощи. Речь об организации центров временного содержания нелегальных мигрантов. Для этих целей Беларуси выделяется 7 миллионов евро.